МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой эфир на канале Россия-1 продолжает программа Вести Хакасия. В студии Анна Ахпашева. Здравствуйте. И далее коротко о главных событиях дня. Циничный убийца, собственный муж в Саиногорске, озвучили шокирующие результаты расследования исчезновения молодой девушки. Долгожданный в прямом смысле автобус в Абакане движение общественного транспорта на отдельных маршрутах вообще не имеет расписания. 20 звонков в час. Номер телефона и горячей линии по теплу оказался крайне востребованным. Муж Марины Иллистратовой, девушке пропавшей в Саиногорске, признался в ее убийстве. Напомним, май двоих детей исчезла 6 сентября. А через две недели, 19 сентября, возле деревни Новониколаевка были найдены обгоревшие женские останки. Ушла платить за садик и не вернулась. Это версия пропажи Марины Иллистратовой сотни раз прокрученная в СМИ, как выяснилось, фальшивка. И придумал ее убитый горем гражданский муж. Сегодня он главный подозреваемый. Хладнокровность и расчетливость преступления шокируют. По версии следствия, 35-летний Евгений Серых во время ссоры убил жену в собственной квартире. Уверяет, что дети не видели расправы. Старший мальчик 4-х лет находился на балконе. Младшая 7-месячная малышка спала в соседней комнате. После замыл следы крови на ковре. Затем, чтобы обеспечить себе алиби, вызвал домой программиста отремонтировать компьютер. Труп же Марины из квартиры мужчина вынес с дорожной сумки и выбросил в яму недостроенного гаража. После чего отвез детей к тещи в село Новокурска и спокойно уехал на смену на завод. Отработав, ночью Евгений вывез убитую на машине с прицепом. А чтобы запутать следствие и окончательно избавиться от улик, облил тело бензином и сжег. Сегодня Евгений дает показания, однако причину, из-за чего произошла ссора, не называет. Известно одно – мужчина был очень ревнив. Глава Хакасии Виктор Зимин встретился с министром финансов России Антоном Силуановым. Встреча прошла в преддверии заседания Совета Межрегиональной Ассоциации «Сибирское соглашение», которое запланировано на будущую неделю в Омске. Руководитель республики, как председатель Совета Ассоциации, обсудил с министром вопросы сбалансированности бюджетов и повышения эффективной бюджетной политики. Как известно, негативная ситуация в мировой экономике отразилась и на экономике сибирских регионов. В частности, в Хакасии за последние 8 месяцев снизился объем налоговых поступлений в бюджет, что привело к формированию кредиторской задолженности. Также на республике лежат обязательства по исполнению майских указов президента России. В числе них – повышение зарплаты бюджетникам, увеличение взносов в фонд обязательного медицинского страхования. Эти же темы будут обсуждаться и на предстоящем заседании Совета. Вместо 15 автобусов по маршруту ходит только один. Такие факты всплылили в ходе проверки Абаканского отдела транспорта. Сегодня чиновники пригласили предпринимателей и пассажироперевозчиков на совещание. Помимо 18-го живут отдельно от расписания и несколько других маршрутов. Наша съемочная группа сегодня ощутила это на собственном опыте. Предпринимателей на это совещание чиновники заманили хитростью под предлогом раздачи новых расписаний. Цех пассажироперевозчиков в Абакане не дружен, поэтому собрать владельцев автобусов вместе практически невозможно, если не считать регулярных штурмов мэрии, последний из которых был в феврале. Казалось, все стихло. На самом деле война автобусников продолжается. Эта ситуация, она в этой степени пребывает в последнее время почти постоянно. А конкурс – это есть конфликт. В любом случае, это конфликт интересов, какие бы взаимоотношения не были, потому что это идет выбор лучшего. А в этом случае все равно есть конфликт. Они вот сейчас там милуются-целуются, допустим, да, потому что они сейчас пытаются договориться, они почувствовали какую-то опасность. Это есть тоже. А завтра на маршруте их два автобуса будут как два злейших врага. Страдает кто? Прежде всего те, кто в этот автобус идет. Официальное расписание автобусов в Абакане – просто какой-то транспортный рай. Интервалы между одинаковыми номерами у 12-го и десятки – три минуты. У 18-го, 19-го и тройки – шесть минут. Однако в реальности картина получается другой. Как показала проверка, из девяти положенных на маршрут троек в течение дня входит вдвое меньше. Из 15 машин под номером 18 по городу может курсировать один автобус. Точно так же в неизвестном направлении исчезают и почти все девятнадцатые. Как пояснили в управлении транспортом, маршруты невыгодные. Искатав бензин, автобус сходит с линии. И если в Красноярске за всеми городскими машинами диспетчеры следят онлайн, в Абакане чиновники по старинке считают пазики, глядя из окна. Время 13.43. Согласно расписанию, в эту минуту здесь должен проезжать 19-й автобус. Но, к сожалению, его пока еще нет. Мы подождем. Прошло уже больше шести минут, а автобуса нет. Его даже на горизонте не видно. Какое-нибудь наказание предусмотрено для предпринимателя, который взял и не поехал, хотя должен был? Да никакого практически. То, что у меня контролеры зафиксировали, да, они записали даже в тех автобусах, которых предоставляют путевые листы, мы в путевом листе записали. А дальше-то все. Я не могу сюда выдернуть предпринимателя и заставить его написать мне по этому, по этому, какое-то объяснение или составить на него тем более протокол. Этой ситуацией уже интересовались антимонопольщики и выдали предписание. Порядок организации городских перевозок придется изменить. Сейчас в управлении транспортом готовят документы, такой, чтобы бизнесменов можно было привлекать к ответственности вплоть до лишения права перевозок. Проект представят на ближайшую сессию горсовета, а пока рядовым пассажирам в Абакане чиновники советуют жаловаться, если автобус не пришел вовремя. К примеру, на сайт администрации города или в Роспотребнадзор. Елена Крылова, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Строители новых объектов Абаканской ТЭЦ в свободное от работы время изготавливали наркотики. Траву выращивали недалеко от промплощадки в Абакане. Незаконную деятельность пресекли сотрудники наркоконтроля Хакасии. Задержанными оказались пятеро мужчин в возрасте от 21 года до 38 лет. Они приехали в республику из Омской области, работали строителями. Но, как выяснилось, нашли себе еще один способ подработки. Наркотики изготавливали прямо на месте произрастания конопли. Во время задержания не обошлось без попыток бежать и сопротивления. У подозреваемых изъяли более пяти с половиной граммов гашиша. Мужчин доставили в наркологический диспансер. Обследование подтвердило наркотическое опьянение. В отношении двух лиц возбуждено уголовное дело по статье 228. Часть первая – это хранение наркотических средств в значительном размере. Презид до трех лет лишения свободы. В отношении всех, включая тех, на кого заведены уголовные дела, составлены административные материалы, прошел мировой суд. И вчера им вынесено наказание в виде административного ареста. От пяти до десяти суток получил каждый из них. Плата за детсады в Абакане повышаться не будет. Такое решение принято в администрации города. Напомним, роста цифр в расчетках опасались в связи с принятием нового закона об образовании. Согласно документу, муниципалитеты сами могут устанавливать плату в детских садах. Предполагалось, что сумма вырастет до 10-15 тысяч рублей в месяц. Но в Абакане администрация оставляет прежние расценки. Соответствующее постановление подписал глава города. Оно вступит в силу с 1 октября. А в ШРА ученики начальных классов в новом учебном году занимаются в более комфортных условиях. В 18-й школе завершился ремонт в корпусе, где занимаются младшие классы. Это здание признали аварийным в 2009-м. Детей перевели во второй корпус, к старшеклассникам. Здесь они обосновались на несколько лет. Занимались в две смены. Ремонт аварийной постройки начался в 2012-м. В первый год полностью переложили треснувшую стену постройки. Заменили систему отопления, водоотведения, полы. Более того, расширили классы, обустроили комнаты для психолога, логопеда, смонтировали пандусы. В 2013-м приступили к внутренней отделке кабинетов. Привели в порядок пищеблок. Здесь совсем скоро установят новое оборудование. Средства на ремонт выделил федеральный центр, республиканские районы бюджеты. В общей сложности более 40 миллионов рублей. Добавим, сегодня в этой начальной школе обучается 156 детей. Все изумительно чисто, красиво и светло и уютно. Детки, которые перешагнули впервые порог нашей школы, получили замечательный подарок. А в этом году первоклассников у нас особенно много. 63 ребенка. Поэтому мы очень-очень довольны. Мы продолжаем следить за ситуацией на Сахалине. Напомним, около 80 человек из Хакассии и 40 с юга Красноярского края не могут выбраться из города Ахаз Сахалинской области. Людям не выплатили зарплату на так называемой рыбной путини. Как обстоят дела сегодня в следующем материале. Это фото появилось сегодня в интернете. Так выглядит расчетка, которую на Сахалине выдали одному из работников. После того, как скандал стал известен всем СМИ Хакассии, юга Красноярского края и Сахалинской области, на предприятии, как сами выразились руководители, сделали перерасчет. Однако непорядок с документами очевиден. Всем работникам просто повысили зарплату до 70 тысяч рублей. Из нее вычли аванс и сюда же вошла и дорога домой. Они все скрывают, вообще всю информацию скрывают. Как я лично увидела вот эти ведомости, это только одна ведомость за часы, в которой мы работали. Час 350, я даже на диктофон вот зашла, посмотрела в бухгалтерии этот табель и диктовала. Средний заработной час 351 месяц, второй месяц, средний заработной час 311. Только чисто не читает ножа. Вахта есть вахта, должны нормальные. Рыбы было достаточно, даже вот они сами репортаж давали. Работники работали хорошо, планировали поймать больше, но как бы все равно было рыбой очень хорошо. Сейчас в городе Аха до сих пор остается практически на улице около 120 человек. После вмешательства, в том числе региональных властей, люди признаются, ситуация с места сдвинулась. Однако, как говорят протестующие, надежды у них сегодня мало. В маленьком городе слишком все дружны, особенно силовики руководства комбината. Тоже, они созваниваются с Павленко напрямую. Я вот в кабинете была, они позвонили, он позвонил Павленко следователю. Нам нужна помощь со стороны, чтобы как бы их давили, чтобы это было все прям по закону. С Хакасией, да, мы надеемся на Хакасию. И с Красного Ярского края вот сегодня тоже они сейчас что-то будут принимать. Все равно, если каждый будет, я так думаю, с проверками или как, чтобы все было по закону. Единственное, что пока удерживает людей на месте, это то, что на выходных к ним обещала приехать съемочная группа ВГТРК из областного центра. Еще больший общественный резонанс, возможно, поможет не дать увернуться от ответственности работодателю. А после выходных люди поедут домой, пока есть деньги на билет. Потому что жить в Ахе с каждым днем все дороже. После скандала цены на аренду жилья местные жители повысили в три раза. Наталья Громашова, Елена Крылова, Антон Михайлов. Вести Хакасия. У нас как бы... Претензии горожан диспетчер заносит в журнал. Затем администрация обязывает управляющие компании устранять неполадки. Только сегодня сюда позвонили больше двухсот человек. По словам чиновников, все претензии разбираются максимально оперативно. Разные бывают ситуации. Как правило, когда у нас такая горячая пора идет, подключение жилого фонда, сантехники, управляющие компании работают без перерывов, скажем, и ненормированный рабочий день. Особенно у них горячая пора наступает вечером, когда собственники бывают дома, работа ведется и в выходные дни. Поэтому пытаемся очень быстро снимать все проблемы. Жительница Черногорска просит помочь найти ее дочь. Молодая женщина пропала еще на прошлой неделе. Все попытки найти ее оказались тщетны. Опасения матери не напрасны. Пропавшая страдает психическим заболеванием и в приступах может не контролировать себя. Биполярное расстройство. Такой диагноз дочери Нины Кухаренко поставили 13 лет назад. С тех пор 30-летняя Екатерина Кухаренко практически живет в психиатрической больнице. Последняя выписка буквально накануне пропажи. Мама, я приду, все хорошо. Вечером мы поговорим. Больше я ее не видела. Это было 17 числа вторника. Пытались многие ей звонить, но она отключает его. Но сейчас уже время не прошло, у нее ни зарядного устройства, нету ничего. Уже связь вообще потеряна. В последний раз ее видели в четверг. Она переночевала у одной из родственниц в девятом поселке Черногорска. Но утром без объяснений снова ушла. А после трех дней поисков мать пропавшей заявила в полицию. Пришел участковый в этот же день, только вечером полдесятого. Да мы искать-то их не будем. Сами ищите. И сдавать их вон психушку. Четыре года назад Елена уже терялась. Ее нашли в Новосибирске психиатрической больнице. Неизвестную женщину проводники сняли с поезда. Но тогда у нее были деньги. В этот раз у пропавшей только паспорт. И вполне возможно обострение заболевания. Может такая быть активность. Разговаривать со всеми. Вот такая активность проявляется. Что молчать она не будет. Там где-то спокойно лишь, что нет. Она наоборот разговорчивая такая, общительная. Из особых примет Екатерина Кухаренко. Рост 168 сантиметров. Вес 90 килограмм. Рыжая волос и стрижка под каре. Была одета в пальто серого цвета. Если кто-либо узнал женщину или может сообщить хоть какую-то информацию, редакция Вести Хакасия просит связаться с матерью пропавшей. По телефону, который сейчас вы видите на экране. Руководители школ, интернатов, детсадов, а также заместители директоров выступили в новом амплуа учеников. Роль педагогов исполнили сотрудники МЧС. Они провели занятия по профилактике возгораний в соцобъектах. Сегодня пожарные инструктировали непосредственно руководителей детдомов, интернатов и пансионатов. Занятие носило больше практический характер. Его главная цель продемонстрировать, как эффективно организовать эвакуацию. Напомнить алгоритм действия в случае возгорания. Также представители соцобъектов проконсультировались у инспекторов по вопросам пожарной безопасности. На организации все-таки нет у них такой возможности, чтобы просто снять со стены огнетушитель и попробовать его использовать. То есть именно использовать его от начала до конца. Мы им эту возможность просто сегодня предоставили. Отзывы были очень хорошие, положительные. И мы услышали, что мы правильно сделали, что провели это занятие. Добавим в планах сотрудников МЧС провести занятия и для руководителей медучреждений. Всероссийская научная конференция «Хакасский этнос» на рубеже 20-21 веков открылась сегодня. Тема самая актуальная, ведь проблема исчезновения хакасских диалектов, к примеру, Кызылского, сегодня стоит особенно остро. Исследования в этом направлении в Хакассе ведутся не первый год. Выводы неутешительные. В регионах, где нет компактного проживания носителей языка и культуры, положение катастрофическое. Рекомендацию, как изменить эту ситуацию, в том числе и органам исполнительной власти, будут изложены в резолюции Всероссийского форума, участие в котором приняли не только ученые нашей республики, но и Новосибирска, Кемерово, Якутска, Хабаровска, Улан-Удэ. По грамматическому и по другому строю близкие языки. И по историческим путям тоже очень близкие два народа. И мне кажется, что те проблемы, которые будут подниматься на этой конференции, они актуальны в целом для ученых, которые исследуют проблемы народа, истории, языка и другие проблемы. Хакасска ведется, они актуальны для всех тюркских народов, населяющих этот регион. Хакассия встретит Большой Сибирский круг на обновленном ипподроме. Финальные бега пройдут уже в субботу. На дорожках республиканского ипподрома выступят участники из Кемерово, Горного Алтая, Барнаула, Красноярска и Новосибирска. Заключительный этап сибирского круга проводится в Хакассии уже в седьмой раз. В этом году к финалу на беговом круге сделаны специальные виражи. 28 сентября на ипподроме в 15 заездах будет разыгран миллионный призовой фонд, за который сразятся более 100 лошадей. Среди наград кубок главы Хакассии, кубок Верховного совета, кубок Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики и три кубка для выявления абсолютных чемпионов Большого Сибирского круга. Начало в 12.00. К этому часу у меня все. Напомним, смотрите новости и на нашем сайте вести.дфисхакассия.рф. Не пропустите главного. Хороших вам вестей. Увидимся.